Да, я прошу выступать все-таки по теме. Ну, разумеется, конечно. Так. Зеленая, да, кнопочка, микрофон. Зеленая кнопочка, микрофон. Да, еще раз здравствуйте. Во-первых, хотел поблагодарить за возможность выступления, за то, что пригласили сюда Могутин Глеб Юрьевич. Буквально на две минутки хотел доклад очень краткий, вот ту информацию, которую... Вы не по теме. Я сказал вопрос. По теме. Извините, вопрос к докладчику, а не к докладу. У вас есть вопросы к Волоку? У меня есть вопросы, я хотел... Вы вначале мне говорили по поводу того, что необходимо цифрами апеллировать прежде всего. По-моему, ваше было бы не слово. У меня вопросы, да, ко всем, в принципе, присутствующие. По докладу у вас есть вопросы к Волоку? Да, по докладу, непосредственно по миграции, по теме. Не выступление, а вопрос. Не выступление, хорошо. Два слова ровно. Вот за три месяца в Россию приехало 2,5 миллиона трудовых мигрантов. Это данные ФСБ 2019 года, но в принципе ничего не изменилось. Конкретно граждане Таджикистана переводы составляют 35-37% бюджета страны, как и в Кыргызстане. Сразу хочу сказать, что ничего абсолютно против данных национальностей, каких-либо национальностей вообще не имею. У меня вопрос будет немножко, естественно, да, по существу. На данный момент зарплата составляет дворника непосредственно в городе Москва в районе 20 тысяч рублей. На данной работе будут непосредственно выходцы из стран СНГ, бывшего СССР. И я объясню, почему. Потому что в городе Москва гражданин России за такие деньги не пойдет работать в принципе. Потому что если человек приезжает откуда-то из региона, за эти 20 тысяч они уйдут у него максимум на то, в лучшем случае, чтобы снять комнату, не квартиру, а комнату в районе Гальянова. Почему на данный момент профессия дворника непосредственно требует каких-то навыков определенных, что там работают непосредственно выходцы из стран СНГ и не работают в принципе россияне. Может быть необходимо поднять зарплату хотя бы до 30-40 тысяч рублей, хотя бы в городе Москва. Потому что про регионы я молчу в принципе, там зарплата еще меньше. Чтобы люди, граждане России имели возможность непосредственно работать также по данной профессии. Спасибо вам большое. Я просто напомню тему нашего мероприятия, семинар «Столичная реальность миграционного законодательства» в рамках проекта «Миграционная политика. Вопрос о адаптации и миграции миграционных в современной России». Значит вопрос, который вы задали по зарплате дворников, он абсолютно правильный, как и по зарплате всех граждан Российской Федерации. Значит, средняя зарплата дворников, я сейчас посмотрю за 21-й год в Москве данные, можете сами набрать. Она повыше 20 тысяч, но смею вас, средний московский дворник получает около 30 тысяч рублей. Ваша просьба на данный момент была выполнена. Я могу сказать, что есть другой даже момент, очень важный, мы проводили в свое время исследование, которое стало таким прорывным 2010-2012 годом, несколько мы исследований проводили. И мы выяснили, что вообще-то заработки иностранных рабочих, находящихся в Российской Федерации, чуть-то не в два раза выше заявленных. Потому что, что такое ставка отборника? Вы правильно сказали, ставка 20 тысяч. Человек берет по праву, где ставки. Плюс он берет под работу. Поэтому в результате получается примерно та сумма, о которой вы сказали. Люди едут сюда на шабашку. Они не едут из зоны стихийного бедствия, из которого, как вот это случилось, в 2014 году, там еще бывают всякие сложные ситуации, но едут на заработки. Едут из расчета заработать, а не просто на эти деньги выживать. Поэтому заработки, которые были там 18-20 тысяч рублей заявляемые, это просто заявляемый заработок. А реально заработки гораздо-гораздо выше. Что очень, кстати, хорошо. Вот. Теперь, по тому, что вы сказали по въездам, тоже очень интересный момент, потому что идет путаница. Количество въездов, въезжающих людей, находящихся на территории. Потому что иногда заявляются въезды, ну, 20 тысяч въездов, но это въезды. В это здание в течение дня дошло. Было 50, ну, 500 заходов. Зашло 100 человек в фамилии. Наход сейчас 80. И когда вот эта путаница происходит, то здесь вклад совсем другая картина мира. Ну, хорошо сказать, 500 человек прошло хорошо, 500 человек пропустило, а она работает. Но здесь 180 находится в настоящее время. Нужно просто вот эти вещи понимать. По заработкам это вопросы не ко мне, и даже не к московскому правительству. Но это вопросы уже, извините, макроэкономики и вопрос к ирану правительству. И так далее, и так далее, и так далее. Вопросы заданы вам абсолютно правильные. Я сам хочу, чтобы у меня зарплата была, ну, хотя бы там, 300-400 тысяч рублей. Но, к сожалению, она не такая. Можно маленький вопросик? Зарплата это хорошо, но я ни одного не понимаю, почему к нам мигранты едут на заработки? Почему из регионов к нам не едут? Из регионов едут. Я задавал уже этот вопрос. Каждые 10 лет я сам сюда приехал. Вот, много лет назад, в том числе и на заработки. А, кстати, не берут, я пыталась устроиться вот там, подработать. Ну, замечательно. Я москвичками, я не знаю. Объясняю, почему не берут, как мне, если я, ну, сейчас можете посмотреть. Ну, вот, тема дворных москвичей беспокоит больше всего на свете. Хотя у нас высококвалифицированных иностранцев, получающих очень высокие зарплаты, которые по категории высокого листа специалистов, по Москве, наверное, 1020 сейчас находится. А дворников у нас в Москве, ну, можно посчитать, наверное, 1070-870. Ну, примерно. Посчитайте, у нас 35 тысяч живых домов, ну, может поменьше, может 30 тысяч. Ну, и вот сами исходя из этих цифр. Ну, тема дворников, она почему-то стоит на первом месте. А не больше на виду. Разрешите. Она на виду. Поэтому дворников мы обсуждаем, вот, очень всегда, и это жилтая пища. А реплику разрешите? Только вопросы появляются, потому что организаторам сразу рушится стройная схема. Семинара не, ну, в принципе, изначально я подходил и спрашивал, можно ли данные вопросы задать. Я на вопрос ответил. А нет. Средний заработок сборника 30 тысяч рублей. А можно узнать, Юрий Викторович, откуда данные такие про 30 тысяч рублей конкретно? Это данные кого? Я, знаете, вот беру, набрал просто средний заработок сборника в Москве с данной 21-го года. Значит, просто берете интернет, волшебную коробочку, набираете. Зарплата дворника в Москве 21-й год. Ну, в интернете то, что пишут, в принципе, процентов 5, правда, наверное, из-за того, что пишут. Яндекс, есть газеты все возможные. Яндекс. Хорошо, поверим Яндексу. Ну, верим. Юрий Викторович, короткую реплику еще разрешите? Давайте. Потому что, к сожалению, по сути, ответа я не услышал никакого. Вот женщина, в принципе, живой пример говорит, что пытается устроиться на данную работу. Женщину не берут по каким-то причинам. Я, честно, вам скажу, на месте работодателя я ее тоже не взял. Не взяли бы? Не взял бы. А по каким причинам? Ну, я просто на нее посмотрел, и, значит, человек, все-таки, работает дворник, должен напряженно, особенно в зимний период. Ну, я понимаю, профессия такая уникальная, что туда подходит только выход в связи с СМГ. При всем уважении к ним. Но работник, еще раз, должен, с точки зрения работодателя, работать. Хорошо, вначале... Наши работодатели спросят, спросят, спросят. Поэтому, ну, как-то так. Вначале, вначале вы сказали, люди не выживают, а едут на что-то копить, зарабатывать. Две ставки, хорошо, два раза по 30. 60. 60. Снимать квартиру, комнату, хорошо, бог с ним. Давайте жите, посмотрите, Россия. 20 тысяч рублей уходят на это, на что можно заработать в Москве? Еще раз говорю, мы скорим про дворников или по теме. Патим, так вы сами начали разговор, что люди приезжают на что-то зарабатывать, на что-то копить. Да, да, они зарабатывают. 60 тысяч. Отклонился, Ликвид. Да, надо перестать. Молодец. Заказ был не существующий. Я понимаю, что ваш политический интерес на данном выступлении. Человек представился, он был помощником депутатуры. Доверенным лицом я был. Доверенным лицом. И являюсь до сих пор до 15 октября. Да, являются политические виды. Вот. Поэтому это вот просто мой живой пример, относительно того, что тема миграции, она всегда очень интересна. И на теме миграции всегда люди будут пиариться. Юрий Викторович, до пиариться. Хорошо, короткий, самый короткий, полминутки. У нас уже третья репетка. Полминутки еще, Юрий Викторович, полминутки разрешите. Последнее, что хотел спросить. Вначале вы приводили данные. Две с половиной тысячи человек, детей учатся в школах различных. Мне подруга лично скидывала класс в районе Новогиреева. 99 процентов. Опять-таки, при всем уважении к гражданам СНГ, у меня у самого очень много друзей. Кавказ, Таджикистан, все на свете близкие друзей, которые мне как братья. Но суть не в этом. Вы данные приводите в принципе неправильные. Потому что 99 процентов класса, которые она мне скинула, фотографию, выходцы из СНГ, район Новогиреева. Таких полумаргинальных районов очень много. Значит, я вам отвечу, вот как вы меня опять вот слушали, но опять не слушали. Я сказал про иностранных граждан. Я не сказал про внешность, про расу и даже про фамилию и национальность. Я сказал про гражданство. И сказал, что цифры и дискуссионные. Что детей иностранных граждан, хотя бы один из родителей, который был иностранцем, было 25 тысяч лет 5 назад. Я сказал о том, что, повторяю второй раз, что детей, которые сами иностранцы с паспортом, их другая цифра, меньше. Ну это просто по определению меньше. А вот про детей по фамилиям и внешнему виду, я в своем выступлении не называл вообще. Эту тему подняли вы. Поэтому, вот как-то так. Наверное, в каждом районе, в каждом классе бывают разные ситуации. Вот там такая ситуация. Если вы придете в Гонючугу в части, вы увидите один тип людей. Если вы придете в Кременовский полк, вы увидите другой тип людей. Я служил я в курсе. Если вы придете на стройку, вы увидите третий тип людей. А в среднем, я вам сказал, данные великолепности населения Москвы за 90-2010 год. Можете с ними спорить, можете их оспаривать. Я сказал вам цифры по иностранным гражданам, находящимся в Москве. Именно по гражданству. Значит, у нас с вами не личная с вами дискуссия здесь. Я услышал, Юрий Викторович, хорошо. Поэтому я прошу, как говорится, освободить микрофон. Да, я не услышал ни одного ответа, но освобождаю. Спасибо. Спасибо вам на добром слове. Желаю дальнейших политических успехов. Надеюсь, что тогда у вас, может быть, и сделано. Все возможно. Ну, я же не спорю, все возможно, как говорится. Значит, в следующем я с Викторовичей Филимонов.